В канун 70-летия Великой Победы встречал гостей Иван Михайлович Ивкин. Пока Брянск готовился к празднику, в доме ветерана шла большая работа. В апреле семья Ивана Михайловича обратилась в районную администрацию с просьбой привести ветеранское жилье в порядок. Просьба была услышана, а решением квартирного вопроса занялась общественная палата и Национальный благотворительный фонд. Вместо выпускного война боевой путь начал в 19 автоматчикам, прошел всю Великую Отечественную, освободил Брянск и дошел до Австрии. Заслуги ветерана в наградах Иван Михайлович – кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, обладатель двух медалей за боевые заслуги, награжден медалью за взятие Вены. В прошлом году скромно в кругу семьи отметил 90-летний юбилей. Просить помощи не привык. О том, что дом ветерана нуждается в ремонте, в администрации узнали от подруги. Он к этому обращаться не может, он очень скромный. Я, значит, позвонила в администрацию Советского района, позвонили, мне дали телефон Алексея. Я фамилию его не знаю. Он взял, очень хорошо со мной поговорил и сказал, вы как раз попали в точку. Я этим занимаюсь. Мы его запишем в программу по ремонту ветеранам, значит, по ремонту квартиры. Просьбы тоже скромные. К роскоши и шикарным апартаментам танкист не привык. Родился в семье рабочих. Из пожеланий привести в порядок пол и стены. Замена проводки. В последнее время она частенько барахлит. Старый линолеум уберем и вместо него уже уложим новый. И двери покрасить. Да, двери обязательно в порядке. Может быть, слоистым пластиком закроем откос, чтобы красиво было, а не так оплавится. Да, он там, видите, какая. Сирости уже не будет. Несколько недель работы и дом Ивана Михайловича готов встречать 70-летие Великой Победы. Обновленный фасад, аккуратная бетонная дорожка к дому встречает гостей и общественников. После завершения ремонтных работ, как в программе, квартирный вопрос. Чаепитие с тортом и конфетами. Только разговор не о ремонте, а про войну. Боевых товарищей, о легендарной 34-ке. И как, несмотря на похоронку, семья дождалась возвращения своего героя. Ну, на фронте все бывает. Вот я один раз пошел, как раз, значит, как только закончится бой, мы пойдем у фрицев искать. Я ищу галеты, а все ищут сигареты. Не курил, вот всю, 17 лет не курил. Женский пистолет достал. Потом там фриц. Это я принес его, дал командирую взвода. Один раз пошел туда, надо что-то есть искать. Лошадь лежит, французская, здоровая такая. О военных заслугах ветерана не забывают в МВД. Иван Михайлович – почетный ветеран органов внутренних дел. Долгожданный гость на всех уроках мужества. Вспоминают каждый год и в администрации. В День защитника Отечества и 9 мая. Хотелось бы чаще, но Иван Михайлович не жалуется. После ремонта новую комнату украшает поздравительное письмо от президента страны Владимира Путина. А после визита брянских общественников добавилось еще несколько поздравлений. От общественной палаты и от руководителя Национального благотворительного фонда генерал-майора Бобровского. Из пожеланий крепкого здоровья и благополучия. И, конечно, обещание помнить и помогать.